Здравствуйте, уважаемые гости! Рада приветствовать вас на торжественном мероприятии, посвященном созданию книги почета городского округа Жигулевска. На основании постановления администрации от 28 декабря 2021 года номер 2437 от утверждений порядка внесения записи книги почета городского округа Жигулевска. Книга почета учреждена в цели формирования глубокого уважения к историческим традициям и наследиям муниципального образования города Жигулевска и увековечивания памяти выдающихся граждан, внесших при жизни значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие городского округа Жигулевска. И для приветственного слова я сюда приглашаю председателя Думы городского округа Жигулевск Юрия Вячеславовича Смеловского. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые друзья, я очень рад всем для вас приветствовать. А в вашем лице актив ветеранов, администрации, депутатов. Столь, в общем-то, памятный для города Жигулевска день, и это, в основном, значимый день, когда мы действительно открываем книгу почета. Мы уже не первый год говорили о возможности создания такой книги. Мы давно подходили, в общем-то, к необходимости такой книги в городе. Но, наверное, случился вот такой случай, и Кульков Александр Андреевич, наверное, стал даже причиной того, чтобы эта книга у нас появилась. Потому что этот человек, он всегда был двигателем. Двигателем, где бы он ни работал, это и в техникуме, это на общественной работе, и когда он возглавлял совет ветеранов, потому что он иначе не мог. Если он брался за дело, то он понимал все сложности, которые могут возникнуть с реализацией, он шел всегда вперед. Поэтому и мы. Дума городского округа Жигулевск ценила этого человека. Я не зря говорю все понимание, да, почему Павел Кулков Александрович, все равно мы что-то будем о нем говорить. Он награжден высшей наградой Думы городского округа Жигулевска. Это знак за заслугие перед населением городского округа. То есть это наши высшие, это вот недавно мы на Еврея города назначали такие знаки на сцене. Это те люди, которые действительно заслужили перед населением. Они показали, что они работают ради города. Поэтому и дальше, продолжая работать, когда, к сожалению, его не стало, вышли с инициативой о присвоении звания, опять, почетного гражданина, но у нас, к сожалению, в положении, и мы долго об этом думали, только пожизненно. И вот он своим толчком, в принципе, мы долго думали, как, в общем-то, и что можно сделать. Мы приняли решение, и администрация своим постановлением и своим распоряжением создала книгу почета. И первая запись будет касаться нашего уважаемого Александра Валерьевича Кулькова. Если несколько слов сказать об этом человеке, то я вот сегодня говорю не дежурные слова, как председатель Думы, а человек, который действительно его очень давно знал. Я знал его и когда работал еще в администрации, и когда просто работал на производстве. Вы знаете, он действительно был очень порядочный человек, самое главное. Он видел в человеке суть, он мог сразу разобраться, плохой человек это или хороший, врет он или говорит правду. Можно ли ему верить или нельзя ему верить. Это вот первое, как бы, его внутреннее такое состояние было. Но самое главное, он был великолепный организатор, требовательный организатор. Он мог сплотить людей, вдохновить их определенной какой-то идеей, наметить плавы и добивать их выполнения. Вот в принципе, я вам сказал, это все реально. Ну вот все просто, но это все было реально. Поэтому его уважали и те, с кем он работал, и те, ради кого он работал. Его уважали и в администрации, если это были достойные люди. И уважали, естественно, в общественных структурах. Поэтому я сегодня, вы знаете, с открытой душой и с радостью хочу сказать, что да, память об этом человеке, как первом даже в этой книге памяти, она продолжится. И молодое поколение, и все люди смогут действительно, открывая эту книгу, прочитать, что этот человек был, этот человек остается в нашей памяти, и мы будем его всегда помнить. Поэтому я хочу еще раз сказать спасибо всем, кто принял участие в создании. Спасибо всем, кто сегодня присутствует здесь, на открытии этой книги почетного. Спасибо вам.